Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на духовном завтраке. Приветствую вас сегодня из аудитории. Мы находимся на учебе. И сегодня с нами поделится посланием наш преподаватель Павел Иванович Желноваков, пастор церкви Филадельфия, город Ижевск. Дорогие, Божий мир каждому из вас в этом новом дне. Мне хорошо начинать день с понимания Божьей милости, с того обновления, которое Господь дарует каждому из нас. И хорошо, когда в сердце есть мечта. Для кого-то мечта, кто-то сказал так, это как дорога через дорогу убомочную. А для кого-то мечта это кругосветное путешествие. Я бы очень хотел, чтобы вы, начиная этот день, имели светлую мечту в своем сердце. Я даю себе отчет, что говорит Библия, не мечтайте о себе. Но это другое. Это о том, чтобы мы не были в наших каких-то переживаниях главным действующим лицом. И все вокруг нас вращается. Это гордыня. Я говорю о том, что мечта не едко является языком Духа Святого, которым он пленяет наше сердце и вдохновляет. И хорошо, когда сердце этим вдохновляется от раннего утра. Я хочу вдохновить и ободрить вас, и пожелать вашему сердцу в этом новом дне, и не только в этом дне. Одно замечательное переживание, которое представлено в этой святой доброй книге. Нам нравится один замечательный библейский персонаж, Давид. О нем много говорят. Он действительно отражил добрый отпечаток на судьбы поколений. И Господь говорил о том, что он ради Давида многое потом совершал даже в жизни тех царей, которые были чего-то недостойны. И вот в этой замечательной книге описывается история о том, что Давид, когда произошла победа над Голиафом, он отрубил голову этому громадному человеку. И потом что-то необычное. Он наружу этого человека положил в своем шатре, а Гумова отнес в Иерусалим. И только когда читаешь это святое писание, обнаруживается, что Иерусалим не был тогда столицей Израиля. Что это была крепость народа, который очень был недоброжелателен к евреям. И вот я думаю, а зачем он туда пошел? Что за мечта была в его сердце, насколько она была осознаваема им? Ведь для молодого человека, которому не было еще 20 лет, нести по восточной жаре примерно за 25 километров от места сражения голову огромного побежденного врага. И, как мы знаем, круглые предметы, они не очень удобны для транспортировки. Вот зачем он понес туда эту голову? И второе, я думаю, что вряд ли его приняли уважаемые люди в этом городе. Но почему-то мне думается, что он бросил эту голову к воротам и сказал, запомните мое лицо, я вернусь. И как только он уже стал официально царем Израиля, самое первое, несмотря на то, что закончилась, по сути дела, почти гражданская война, разруха, и все было не очень хорошо, он почему-то первую военную экспедицию отправил именно к Иерусалиму. И жители говорили, что Давид не войдет туда. Видимо, они запомнили его. И я думаю, что, возможно, он также произнес слова. Вы помните меня? Я вернулся. Мечтал ли он и знал ли он о том, что пройдут годы, и этот город станет столицей мира? Что в этом городе будет построен храм? Что там когда-то придет спаситель? Я не знаю. Он мог стать богатым человеком. Никто бы его не осудил за то, что он многое из того, чем владели враги, мог взять себе. Он понес эту гумолу примерно за 25 километров. Да, молодого человека при восточной жаре – это не самое радостное. Дорогие, я очень прошу, чтобы от раннего утра вы открывали свое сердце. Божьему слову, в хорошем смысле говорили о мечте. Исповедовали это перед Господом. Открывали свое сердце. И если это отзовется и в вашем сердце, и будет приятно Господу, он что-то скажет вам. И вот тогда двиньтесь в этот добрый путь, как Давид когда-то. И мы или сами, в этом ли дне, или в последующих днях, а может быть кто-то из тех, кто дорог нам, они потом увидят результаты этого. Трагоценно я не призываю вас мечтать о себе. Я призываю вас к тому, чтобы сердце наполнялось светлой мечтой, которая обнимает это сердце и позволяет нам двигаться вперед. И может быть замечательные слова известного пастора, известного борца за права чернокожего населения, Мартин Людергин, он однажды произнес. У меня есть мечта. И дальше он говорит в этой речи о том, что он мечтает проснуться в свободном городе. Я думаю, мы знаем эту речь. Дорогие, пусть мечта сохраняет ваше сердце. И я просто вас богословляю. Доброго вам дня. Господь охранит каждого из вас по именам. И сердце тоже с вами. Спасибо. И пусть имя Господа будет богословено в этом дне. Мир Божий. И хороших часов и минут каждого дня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok